В начале июля в продажу поступила Яндекс.Станция «Российская умная колонка» с голосовым помощником. Партию устройств раскупили в первый же день продаж, а предзаказы оформили вплоть до октября. Лента «Ру» в течение месяца тестировала колонку и рассказывает, каково это «жить с искусственным интеллектом в доме Яндекс», представил голосового помощника Алису в октябре 2017 года. Это был полноценный российский ответ серии от Apple и Алексея от Amazon. Правда, последние две компании уже давно обзавелись полноценными устройствами с ассистентом, но на российский рынок их вывести так и не решились. Таким образом, Яндексу нужно было просто сделать какой-то гаджет с Алисой, чтобы победить всех конкурентов еще до их прихода в Россию. Тем более, что Алису создавали и обучали именно русской речи, а не просто делали перевод стандартных фраз с английского. Как в случае с Сирией, в октябре прошлого года в разговоре с лентой «Ру» об Алисе сотрудники компании «Уклончиво» говорили, что они готовы сделать для помощника физическую оболочку и рассуждали о том, что невозможно создать устройство, которое понравилось бы всем пользователям. Тем не менее, спустя полгода компания поменяла свое решение, не как те. В комплекте со станцией идет кабель питания и HDMI для подключения к телевизору. Да, станция не может передавать информацию на телевизор по беспроводу, а для того, чтобы Алиса рекомендовала фильмы или включала ролики, необходимо сперва подключить ее к ТВ, пускай дизайн колонки и разработан американской студии производят ее в Китае, на что указывает характерный запах дешевого пластика. За месяц использования он так и не выветрился полностью, сама «Яндекс.Станция» напоминает аккуратную коробку с квадратным основанием. Она заметно больше своих конкурентов HomePod или Google Home и весит почти 3 кг, внутри 5 динамиков, 2 высокочастотных активных, 2 низкочастотных пассивных и 1 низкочастотный активный, а также 7 микрофонов, 1 в центре и 6 по кругу. Как и ее ближайший аналог HomePod от Apple, она работает только от розетки. Это значит, что для полноценного использования нужно будет протянуть сразу два провода, все это закрыто съемным тканевым кожухом, который доступен в трех цветах, черный, серый и фиолетовый. Некоторые советуют снимать кожух, чтобы звук из колонки шел лучше и чище, но в таком случае эстетическая составляющая стремится к нулю, а сами динамики рискуют повредиться от любого неосторожного движения рядом с колонкой. Ничего больше подключить к станции нельзя, стандартного 3,5-мм разъема или чего-то другого для подключения аудиосистемы здесь нет, а управление осуществляется только голосом, потому что пульт также не предусмотрен. Максимум можно подключить смартфон через Bluetooth, чтобы транслировать на колонку музыку, на колонке также нет никаких дисплеев, единственное, что свидетельствует о состоянии колонки, цветовой индикатор на верхней панели вокруг крутилки громкости. Как только Алиса начинает слушать собеседника, индикатор загорается, а во время обработки запроса световой круг переливается. На верхней панели также есть две кнопки, одна активирует помощника, другая отключает микрофоны. Причем они не просто заглушаются, а полностью перестают работать, обесточиваются. Громкость регулируется колесом, которое также расположено на верхней панели и обрамлена световым индикатором. Впрочем, как и практически в любых ситуациях с Алисой, громкость проще регулировать голосовой командой. Цвет светового индикатора меняется в зависимости от ситуации. К примеру, во время настройки соединения свет будет голубым, а во время воспроизведения звука с устройства, подключенного по Bluetooth, зеленым. В случае, если сигнал Wi-Fi теряется, колонка начинает светиться красным и жалобным голосом объявляет, что не может подключиться к интернету, не друг, но помощник при первом включении станции необходимо провести быструю настройку, которая осуществляется через официальное приложение e-index. Полный список доступен на сайте поддержки. Своим командам устройства учить нельзя, если очень хочется наделить колонку новым навыкам, можно только направить предложение e-index. В компании рассказывали, что пользователи очень много спрашивают Алису об интересных и не очень фактах, чему равна высота какой-нибудь горы или сколько лет какому-нибудь актеру. Алиса в станции шустро отвечает на вопросы в духе «Кто такой Ким Чен Ын?», но начинает теряться, если вопрос будет хоть немного переформулирован. К примеру, Алиса по-разному отвечает на две вариации вопроса, которые для человека звучат. Максимально идентично Алиса, сколько в среднем спит кот, у меня нет ответа на этот вопрос, сколько спят коты от 14 до 22 часов, спустя несколько дней этот азарт первооткрывателя пропадает и нет желания подловить Алису. К примеру, любой голосовой помощник в первую очередь полезен в качестве таймера или синоптика, определенный плюс, в отличие от иностранных аналогов, понимание русской речи и особенностей языка. Команда не обязательно громко и четко выговаривать, достаточно общаться с ней, как с обычным собеседником в комнате, если она чего-то не понимает, то начинает импровизировать и уводить тему, в половине случаев успешно, в остальных потешно, станция распознает речь, даже если одновременно говорить с ней и двигаться по комнате. Правда, если в комнате больше двух человек, которые еще и пытаются разговаривать, взаимодействие ощутимо усложняется. Если присутствующих много, они определенно захотят задать кучу вопросов Алисе, а она, в свою очередь, пытается объединить воедино те урывки фраз, которые слышит и выдает непонятное месиво, помимо живых людей, станция, как оказалось, реагирует и на происходящее на экране телевизора. Блогеры или герои сериалов вполне могут вызвать ее, назвав кого-нибудь Алисой, а в некоторых случаях просто сказав слово «плесс». Что происходит дальше, описать трудно. Голосовой помощник силится поддержать беседу, которая ему абсолютно непонятно, и пытается выдать хоть сколько-нибудь релевантный ответ. Остановить это можно, к сожалению, только одним способом. Встав с дивана и нажав кнопку отключения Алисы, многие пользователи девайса, поговорившие с Алисой, отмечают, что иногда она позволяет себе отвечать грубо и даже хамит. После месяца теста создалось ощущение, что она способна анализировать подачу и отвечать в этом же стиле, если совсем просто, помощник не будет грубить тем, кто разговаривает с ним вежливо. На предложение, содержащее мат, она не отвечает вообще, говорящая колонка, помимо всего прочего, станция неплохо работает и как обычная аудиосистема. Она синхронизируется с аккаунтом Яндекс.Музыки, владельца и может делать подборки треков. Причем работает это на порядок лучше, чем в Apple Music и Google Play, но это заслуга музыкального сервиса, а не Алисы или станции. Она может самостоятельно выбрать спокойный трек или целый плейлист для вечеринки, распознает запросы в духе «включи хоть что-нибудь» или «включи трек хорошего рэпера», а это очень сложный запрос. Вместе с прослушиванием крайне удобно помечать понравившиеся треки, достаточно попросить Алису добавить композицию в избранное, и она появится в Яндекс.Музыке. С ненавистными треками можно сделать то же самое, попросив занести их в черный список и больше никогда не воспроизводить. В этом случае, к слову, Алиса неизменно подмечает, что трек ей тоже не понравился. Примечательно, что за все время использования колонка ни разу не включила треки, которые называют музыкой из такси популярные песни, звучащие на каждом углу. Их воспроизведение начинается только если специально попросить включить топ-композицию в сервисе или что-нибудь популярное, качество звука по субъективным оценкам должно удовлетворить непритязательного слушателя. Да, это не хомпот и не сонос, но уже нечто лучшее, чем портативные колонки. Главное, не выкручивать громкость на максимум, колонка начинает хрипеть, в случае с видеоконтентом взаимодействие происходит не так гладко, станция умеет искать фильмы, сериалы и видео только по сервисам партнеров. С Яндекс.Видео этот факт не вызывает никаких сложностей, туда агрегируются ролики из Ютуб, Ратуб, Одноклассников и прочих хастингов. С фильмами и сериалами сложнее, в комплекте идет пробная подписка на Айвей Амедиатеку, после которого пользователь вынужден оплачивать сразу два сервиса, чтобы продолжать смотреть контент легально, в среднем 400 рублей в месяц за Айвей 600 за Амедиатеку. Если же у вас есть подписка на какой-нибудь другой сервис, к примеру, Нетфликас, то про нее можно забыть, ролики из Яндекс.Видео загружается значительно медленнее и стандартного приложения Ютуб на смартфон. Помощник Просто ввести название фильма не выйдет, бонусы у станции, еще масса функций, которые не так уж важны в повседневной жизни, но могут развлечь. Это, вероятно, подойдет семье с детьми или просто странным любителям пообщаться с техникой. К примеру, Алиса может сыграть в «Города», «Шар судьбы» или «Найти лишнее». Алиса умеет угадывать песни по тексту, и именно эта опция, к примеру, привлекла главного редактора ленты «Ру». Будучи знатоком малоизвестных композиций от еще менее известных рэп-исполнителей, он загадывал Алисе все, что знал. В итоге ему удалось отдалить искусственный интеллект. Во многих случаях она просто не знала, что за текст ей пытаются скормить еще одно умение станции – зачитывание новостей с главной страницы «Индекса». Для этого Алиса привлекает своего помощника с мужским голосом, и тот достаточно человечно зачитывает топ-5. Есть возможность выбрать новости по темам «Политика», «Общество», «Технологии», но заставить его зачитывать только заголовки и игнорировать подводки не удается, звездочка, звездочка, звездочка. Стоимость Яндекс.Станции – 9990 рублей. Это дешевле, чем у конкурентов, которых и нет на российском рынке. Но, с другой стороны, если не оглядываться на аналоги, то устройство в первую очередь оказывается неплохой колонкой, которая может объявлять погоду и отвечать на узкий круг вопросов. С ней определенно удобно жить, поскольку в повседневной жизни голосовой помощник редко, но может быть полезен, пока она не может вести человеческий разговор по одной простой причине – она не человек. Как только желающий поговорить с колонкой начинает мешкать, она выключается. Она не терпит драматичных человеческих пауз и, по большому счету, готова взаимодействовать и с теми, кто четко и быстро выдает команды во вкладыши. Производитель предлагает говорить с Алисой как с человеком. И в этом кроется, вероятно, корень недопониманий владельца и колонки. Если говорить с ней, как с машиной, четко формулируя запросы, она будет отвечать в той же манере. Но общаться с ней, как с приятелем, не выйдет. Она, подобно иностранцу, вряд ли найдет мудреные разговорные конструкции. Станцию стоит воспринимать в первую очередь как устройство с Алисой и в этом случае покупка помощника имеет хорошие перспективы. Разработчики индекса намерены дальше развивать свое творение и добавлять новые и новые функции.